Оле Амигос, сегодня мы поговорим об одной камере, но не просто, а в сравнении с другой камерой. Интрига вышла? Да, это будет громкая Sony A6500 в сравнении с Canon 80D. На ютубе уже есть уйма прекрасных видео, в которых вам детально расскажут о характеристиках обоих камер. Поэтому я решил сделать видео о реальном опыте использования камер и, конечно же, включе именно видеосъемки. Также хотелось бы, чтобы вы учитывали, что это всего лишь мое личное мнение и опыт. И да, я активный пользователь и фанат техники Canon, но в этом видео я постараюсь быть максимально беспристрастным, как Femida. И если вы готовы, поехали! Что мне понравилось в камере Sony A6500? Первое, это, конечно же, возможность съемки в 4К. Да, возможно, этот 4К пока особо никому и не нужен, ведь экранов, способных передать всю прелесть 4К, пока не так много. Да и железо для работы в пост 4К должно быть соответствующее. Тут уже подтягивается и расширенное хранилище. Но факт есть факт. 2018 год за окном, и это инвестиция в будущее. Тут смущает только битрейт 4К в Sony. Всего лишь навсего 100 мегабит в секунду. Ну и, конечно, если хотите вкусный слоу-мо, тут его тоже не выйдет. Максимальный фреймрейт 30 кадров в секунду. Второе, и очень вкусно, это возможность съемки в S-Log. Считаю это большим подарком от Sony всем своим пользователям. Третье, это, конечно же, чувствительность сенсора на высоких ISO. Положа руку на сердце, качество картинки сильно выигрывает у Canon 80T. На ISO более 3200. Четвертое, стабилизация изображения. Причем не просто банальный программный кроп по краям, а полноценный механический стаб на самой матрице. Скажу честно, я особо не верил в то, что встроенная стабилизация что-то даст. Но было приятно понять, что я был неправ после того, как 65.00 попало ко мне в руки. Футаж в связке с OOS объективом встроенной стабилизации будет значительно более плотным. Справедливости ради, для полноты теста хотелось бы проверить тушку с объективом без встроенной стабилизации. Но все стекло Sony, которое у меня было, идет с OSS. Пятым пунктом пойдут материалы исполнения камеры. Качественно все, кроме экрана. И походу тушка выполнена из магниевого сплава. Шестое, это электронный видоискатель. И нет, он мне не нравится в плане съемки фоток. Он хорош тем, что если снимаете с рук, можно не одевать ремешок, а использовать видоискатель как третью точку стабилизации. Подытожим, что хорошего я для себя увидел в этой камере. Первое, это 4К. Второе, S-Log. Третье, отсутствие шума на высоких ISO. Четвертое, встроенная стабилизация. Пятое, крепкий корпус. И шестое, электронный видоискатель. А теперь давайте плавно переходить к темной стороне медали. Что мне не понравилось? Первое, это форм-фактор камеры. Для меня она какая-то слишком игрушечная, что ли. Она не сидит в руке надежно, а у меня не самые большие руки. Кнопка для начала записи расположена совсем неудобно. Каждый раз для включения или выключения записи моему большому пальцу приходится заниматься йогой. Слово для карты памяти расположен в батарейном отсеке. Так что карты не всегда удобно менять, особенно если камеры на триподе перестабили. Второе, это экран. Тут я считаю, Sony допустили Epic Fail. А6500 могла стать просто чудесной камерой для блогеров. Но вот беда. В основном блогеры хотят видеть кадр на экране. Тут этого не выйдет. Кроме всего прочего, 80D я могу перевернуть и закрыть экран. И он не будет собирать царапин. Сонькой все царапины ваши. Тачскрин какой-то хлипко вялый. И я так и не понял, почему я не могу ходить по меню с помощью тачскрина. У меня он работал только как тач для фокуса и в приложении PlayMemory. Ситуация стала для меня непонятной. Третье, меню не очень интуитивно и понятно для меня. Некоторые настройки настойчиво не там, где их ожидаешь увидеть. Например, настройка профайлов съемки. И я так и не понял, могу ли я сделать себе свое избранное меню, как в Canon. Но, возможно, меню это дело привычки. Четвертое, настройки автофокуса. Canon тут предполагает более глубокую настройку, как скорости, так и чувствительности фокуса. В то время у Sony только 3 режима для скорости фокуса и всего 2 режима для чувствительности. И снова, одна настройка в одном меню, вторая в следующем. Пятое, хорошо подумал я, экран не разворачивается фронтально. Но ведь у Sony есть мобильная аппликашка, PlayMemories. Подумал я и полез во в store. Что я могу вам сказать? Ужасно тугая и очень скупая. В то же время в аппликах Canon Connect я могу управлять любыми настройками. ISO, апертура, фокус, режим съемки. И работаешь устрее. Кстати, хотел обновить прошивку на объектив под Sony. Но с 8 попыток на macOS у меня этого так и не вышло. Шестое, линия стекла. Тут, конечно, Canon TotalWine. И по количеству, и по качеству, и по цене. Даже стекла, которые я использовал для этого обзора. И на Sony, и на Canon стояли полтинники с дыркой 1.8. Но соньковский полтинник в официальном магазине стоит 250 долларов. Canon стоит 126 долларов. Итак, подытожим темную сторону медали. Первое, эргономика. Второе, тачскрин. Третье, меню. Четвертое, автофокус. Пятое, мобильное приложение. И шестое, линия объектива. А сейчас давайте перейдем к вопросу, который меня волновал больше всего. Шумы на высоких ISO. Я сделал тестовый футаж в равных условиях и на одинаковых настройках. На обеих камерах дырка была выставлена 1.8. Скорость затвора 1.5. Уровни ISO, соответственно, были 800, 3200, 6400. Ну и чисто ради эксперимента 25600. Частота кадров 24. На 80D качество MOV. На Sony Full HD и 4K. Баланс белого был поставлен на авто. Профайл с емким и трамером. Шумы подавления были везде отключены. Давайте смотреть. И подзвоните за легкую тряску на камеру. Стекло было без стабилизации. Субтитры сделал DimaTorzok. И так, как вы сами уже могли наблюдать, Sony выигрывает по уровню шумов на всем, что выше ISO 3200. Но при этом, лично мне кажется, что изображение визуально немножечко разбито, что ли. Подведем итоги. Довольно длительное время я серьезно задумывался о покупке 6500. В большинстве своем без возможности с емкой 4K и S-Log. Но сейчас, после тестов и после того, как она полежала у меня в руке, я еще больше влюбился в свой 80D. Почему? Ты идиот, спросите вы меня? Ведь 4K, S-Log, стабилизация. Давайте я постараюсь вам объяснить. Для меня, как для блогера, очень важен экран, который я могу повернуть и посмотреть, что я снимаю. Я влюблен в автофокус от Canon. Он прекрасен. Я могу положиться на него почти всегда и даже при плохом освещении. Эргономика тушки Canon более приводна для меня. Лежит в руке просто идеально. И кнопки находятся там, где мне именно этого хочется. Хотя согласен, что это, возможно, дело привычки. Цветопередача от Canon, непосредственно с камерой, мне нравится больше. Для блогов можно снимать встроенный профайл и не заниматься цветокоррекцией потом в хостинге. Огромный выбор стекла с более меняемой ценовой политикой не может не радовать. Ну и качество стекла тоже. Батарея 80D живет значительно дольше. Я понимаю, что это не беда. Накупил батарейки и меняй. Но опять же, когда камера часто на стабе или на триходе, мне это неудобно. Для меня важен порт под наушники, чтобы я мог слышать, какой звук я пишу. Мобильное приложение для удаленного управления у Canon значительно лучше. Ну, реально, значительно лучше. Ну и, конечно, цена самой тушки. По Амазону 80D на 250 долларов дешевле, чем тушка 65200. Но не поймите меня неправильно. 65200 прекрасная камера на свои деньги. Ну, возможно, чутка, конечно, цена завышена. Которая нашла место в сердцах многих видеографов и фотографов. Но, к сожалению, не в моем. Друзья, спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось видео и хоть что-то полезное вы для себя в нем нашли. По крайней мере, я очень старался. Так что, если не жалко, поставьте лайк, подписывайтесь. Будьте всегда вдохновленными. И увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok